Прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется Дмитрий Плетенчук, спикер военно-морских сил, вооруженных сил Украины. Дмитрий, здравствуйте. Мы, как всегда, рады вас видеть. Приветствую. Доброе утро. Доброе утро. Взаимно. И приветствую наших зрителей. Да. Скажите, пожалуйста, итак, Черногорский флот продолжает рассредоточение своих военных кораблей, при этом ракетоносители до сих пор находятся на главной российской базе во временно оккупированном украинском Севастополе. Вообще, что означает вот эта тактика рассредоточения военных кораблей? Что это? Объясните, пожалуйста, нашим зрителям, чтобы наша аудитория понимала, что происходит. Начать надо с того, сколько сейчас в строю, в принципе, подобных единиц. И в Черноморском флоте сейчас насчитывается их больше 30. Это, если считать и подводные лодки, и патрульные сторожевые корабли, и носители разного типа и разного класса. Но боевые действия показывают, практика показывает, что, в принципе, непосредственное участие в боевых действиях задействовано сейчас фактически только в носителе крылатых ракет. Общей численностью в районе 10 единиц. Это и подводных лодок, и подводных кораблей. Почему в районе 10? Потому что это число периодически варьируется. Оно может уменьшаться, может увеличиваться незначительно. То есть кто-то может зайти на обслуживание, кто-то может пройти, наконец, испытания, как циклон, который уже фактически в строю полгода. Калибры уже на него загрузили, но он как не стрелял, так и не стреляет. Поэтому было такое решение принято, в принципе, логичное. Отвести подальше те единицы, которые не принимают участие. Но вместе с тем отвели и ракетоносители, потому что их дальность работы позволяет, в принципе, работать из любой точки Черного моря. Но при всем при этом Севастополь остается основной военно-морской базой, и носители все равно туда будут вынуждены заходить, потому что загрузка этих ракет по калибру осуществляется только в Севастополе. Само же рассредоточение — это попытка спрятать как можно дальше свои корабли от наших берегов, от воздействия наших систем вооружения, фактически просто увеличивая дистанцию до этих кораблей. Дмитрий, а насколько далеко они прячут? Ведь Новороссийск, в принципе, уже является доказанной целью, которую мы можем поражать. Дважды мы уже это доказали, да? Они по-прежнему прячутся в Новороссийске или вынуждены еще дальше отгонять свои корабли? Безотносительно тех кейсов, которые уже имели место быть, могу обозначить сразу, что все военно-морские корабли, которые входят под боевым флагом Российской Федерации, под Андреевским флагом, они все являются для нас законными целями. Да, Новороссийск, в принципе, не так далеко. Поэтому обговаривается даже вариант вернуться на базу в Абхазию, оккупированную часть грузинской территории, где в Сухуми они в свое время уже базировались. Это тоже увеличивает время на реакцию, как для них, так и для нас. Ну и, конечно, увеличивает дистанцию, то есть позволяет им больше иметь времени на то, чтобы выявить возможную угрозу. Остается также Феодосия, остается Керчь. Керчь, можно сказать, прикрыта чуть-чуть лучше именно за счет того, что постоянно там присутствует большая группа кораблей и катеров морской охраны, ФСБ, РФ, которые охраняют так называемый Крымский мост. Их там в среднем от 6 до 10 единиц постоянно в море. Ну, увеличивает не только время, увеличивает ведь и износ, да, и это же тоже важно, этой технике. А как у них обстоят дела с возможностью восстановления, ремонта? Мы видим, как отразились санкции на авиаотрасли в Российской Федерации, да, там просто разбирают оставшиеся самолеты, чтобы хоть как-то подлатать еще летающие. А что с флотом? Активно эксплуатируют заводы украинские, которые они... Захватили. ...говорить о Джоли вместе с Крымом. Это Керченский лиман, на котором они уже построили проекта Каракурт, соответствующий малый ракетный корабль с названием «Циклон». Еще один сейчас такого же класса корабль проходит испытания, и третий тоже достраивается. То есть они используют по полной программе наши мощности производственные. Также есть «Феодосия», там тоже есть завод. И, соответственно, кроме того, еще есть и российское кораблестроение. И у россиян с этим, да, есть проблемы. Проблемы эти повсеместные. Конечно же, санкции дают о себе знать. В первую очередь это большой износ паркового, парка станков. По некоторым данным он достигает 60%. И, как вы знаете, это оборудование попадает под санкции. То есть они не могут обновлять не только программное обеспечение этих станков, но и сами станки. Кроме того, что радиоэлектроника, которая комплектуется все эти корабли новые, и силовые установки тоже завязаны на импорт. Особенно, да, я вас слушаю. Нет, можете продолжать, пожалуйста. Да, то есть радиолокационное оборудование, навигационное оборудование, все эти вещи, они в микроэлектронику Россия как не умела, так и не умеет. Они, соответственно, это все закупали. И, конечно же, будут продолжать закупать, но только дистанция будет больше. То есть путь будет покупки длиннее намного. Что касается силовых установок, они во многом упирались на украинскую промышленность до 2014 года. Тот же самый завод «Заря» в моем родном Николаеве поставлял эти силовые установки. У них целая серия кораблей стала из-за этого. И они были вынуждены, уже построенные образцы без силовых установок, продать Индии в связи с этим и отказаться от постройки дальнейших кораблей этой серии. И если до 2014 года, например, они использовали немецкие силовые установки, после 2014 – китайские, сейчас уже речь идет об использовании российских силовых установок. Надо понимать, что это достаточно сложные машины, которые имеют в среднем 5-6 тысяч лошадиных сил. То есть можете себе представить этот машинный зал, какого он должен быть, соответственно, высокого качества. И в этом плане, конечно, они тоже будут страдать. Дмитрий, а теперь хотелось бы обговорить ситуацию во временно оккупированном украинском Севастополе. Мы знаем, что там вражеские корабли также поражаются, но оккупанты сейчас перекрыли Севастополь зубами дракона. Это спутниковые снимки показывают. Прокомментируйте, пожалуйста, насколько эффективна данная тактика. Если вы имеете в виду защиту по сухопутной части, могу только поулыбаться вам в эфире, потому что уже показано на практике, чего стоят эти так называемые зубы дракона. Это больше похоже на обыкновенный пиар, намного опаснее то, как они минируют подходы, минируют достаточно плотно. То есть в полторы-две единицы, то есть плотнее, чем даже книжка пишет, потому что они понимают, что фактически только минными заграждениями они могут хоть как-то задержать продвижение. Что касается акватории, мы видим, что они периодически добавляют какие-то боновые ограждения, используют для этого баржи в том числе и вокруг моста, и вокруг гавани севастопольской. На самом деле, знаете, даже то, что их загнали в бухту, уже говорит о многом. То есть функционал ограничен. И прекрасно иметь большой флот, который не может выйти из гавани. Остается только, согласно традиции Российской империи, этот флот утопить, как они это делали во время Крымской войны, в этой же акватории. Не будем им мешать, они хотя бы сохранят жизнь личного состава. Ну, так ли все плохо у Российского флота? Вот британская разведка, например, отмечает, что большая часть возможностей Черноморского флота Российской Федерации остается неповрежденной, и он может попытаться, благодаря своему конвенционному преимуществу в огневых возможностях, вновь перехватить инициативу в западной части Черного моря. Какие проблемы нам это доставит в плане гуманитарного коридора, который, в общем-то, сейчас возобновил худо-бедно свою работу? Абсолютно согласен. Нельзя списывать со счетов эту группировку. Она достаточно большая, она достаточно мощная. 30 с лишним кораблей – это все-таки не шутки. Хотя, на самом деле, 8 из них, например, это большие десантные корабли, которые в качестве паромов сейчас только используются. Но не стоит забывать, что на 100 морских миль от нашего побережья мы контролируем акваторию нашими ракетными войсками, которые входят в состав военно-морских сил. Это отдельный род войск, который был восстановлен в нашем составе. На вооружении он имеет из известных образцов это Нептун, славнозвисный, и Гарпун, например. И они это прекрасно знают, поэтому в нашу акваторию они не заходят. Что касается коридора, ну, учитывая то, как он сейчас работает, пролегает он через территориальные воды в западной части стран НАТО, это 12-мильная морская зона, можно сказать, что в принципе эти судна находятся в безопасности. И почему был перехвачен сухогруз турецкий? Потому что это происходило в исключительно экономической зоне Турецкой республики, которая находится за пределами территориальных вод, где позволяется, согласно конвенции ООН, международной по морскому праву, перекрывать эти части акватории для проведения каких-либо мероприятий, например, учений. Что россияне тогда и сделали, чем они и злоупотребляют всегда. И не только, кстати, в Черном море. То же самое происходит и на севере. И там они периодически тоже закрывают разные участки моря, для того, поближе к территориальным водам, для того, чтобы продемонстрировать какое-то свое присутствие, свою мощь, свой флаг. Но в любом случае все прекрасно понимают их реальные способности. И в данном конкретном случае их присутствие даже в западной части или юго-западной части Черного моря существенно на наш коридор повлиять в этой ситуации не должны. Опасность заключается в другом. Они понимают прекрасно, что наносить удары по суднам, которые ходят под иностранными флагами, это иметь конфликт, соответственно, с этими странами. Что судно — это территория страны, под флагом которой она ходит. И намного проще обстреливать портовую инфраструктуру. И при всем при этом, опять же, из состава военно-морского флота, Черноморского флота, РФ-авиация продолжает работать над этой экваторией, которую мы защитили от присутствия непосредственно российских кораблей. А самолеты там работают. И это проблема на самом деле. И тут мы уже можем рассчитывать только на наших коллег из воздушных сил Украины и новые самолеты. Дмитрий, мы вас благодарим за этот объективный анализ сложившейся ситуации. Дмитрий Плетенчук, спикер военно-морских сил Вооруженных сил Украины, присоединялся к эфиру телеканала Freedom. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.